Друзья, всем привет! С вами снова Ольга. И сегодня у нас внеплановое видео. Как вы, наверное, могли догадаться после моего последнего видео, меня засыпали просто вопросами на тему нашей личной жизни. А еще говорят про корейцев, что они очень неделикатны в своих вопросах, и они могут спросить и про возраст, и про вашу семейную жизнь. Но на самом деле это не так. Корейцы никогда не спросят, почему вы спите в разных комнатах с мужем, а наши люди, как мы видим, вполне это себе могут позволить, такие вопросы. Но я ни в коем случае никого не осуждаю. То, что раньше, когда мы были молодыми, так сказать, то, что для нас раньше считалось просто каким-то мавитоном, каким-то нонсенсом задавать такие вопросы, то нынешняя молодежь не стесняется, задает, и как бы нет ничего в этом плохого, нет в этом ничего хорошего, времена меняются, и ничего, ничего страшного. Вот, и поэтому я сначала начала на ваши вопросы отвечать, каждому стараться, но потом поняла, что у меня просто чисто физически не хватит на это времени ответить каждому, и я решила записать это видео. При том, что ничего такого, ну, в принципе, я здесь не вижу. Вы спрашиваете, почему же мы не спим с мужем в одной комнате, в одной постели, и нормально ли это в Корее? Некоторые из вас даже проявляют такую озабоченность этим, и беспокойство за наш, так сказать, союз, а не на грани ли он распада. Хочу всех вас успокоить, друзья, мы уже 15 лет, если не больше, нет, наверное, все-таки 15 лет, не спим вместе, потому что первый где-то год или несколько месяцев, когда я только приехала в Корею, вот, мы спали вместе, ой, не когда только в первый раз приехала, а когда вот, в принципе, уже, когда, в смысле, уже к мужу приехала, вот, да, мы спали вместе в одной комнате, в одной кровати по той простой причине, потому что у нас была всего одна комната, и у нас была всего одна кровать, но после того, сразу, как мы переехали в двухкомнатную квартиру, мы, конечно, сразу начали спать в разных комнатах. Почему? Ну, потому что это удобно, это удобнее, у нас не было каких-то по этому поводу заморочек ни у мужа, ни у меня, как бы, ну, удобно нам спать в разных комнатах, и удобно. Я, кстати, вчера, после того, как вы меня закидали этими вопросами, к мужу подошла и спросила, говорю, а почему мы спим в разных комнатах? Он такой сначала немножко опешил, как, говорит, почему, ну, потому что так удобно. Ну, он даже не понял, а зачем какую-то искать причину в этом, или вообще, или что вы там такого? И, кстати, да, в комментариях корейцы спрашивают, вот, под тем видео, видно, они как-то через гугл-переводчик переводят ваши комментарии, и спрашивают у меня, а что в России, это ненормально спать в разных комнатах? Почему вам такие задают вопросы? И я, если честно, я даже не знала, что в России до сих пор это считается чем-то ненормальным, чем-то удивительным. Я считала, что, как бы, во всем мире уже в 21 веке люди знают, что спать в разных комнатах – это нормально, это удобно, человек высыпается. Но вы меня, конечно, сильно озадачили, я такая, даже не думала об этом, я клянусь вам, я даже не думала никогда об этом, потому что меня никто об этом никогда не спрашивал, и я никогда не спрашивала никаких людей, ни своих друзей, никого, а как вы спите? Как бы, у меня такой вопрос никогда не посещал, и мне было неинтересно, кто как спит, вот, и поэтому ваши вопросы, они меня сначала такие в ступор вели, и я начала искать в интернете информацию, а вдруг мы, правда, какие-то ненормальные инопланетяне, какие-то неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. И, в общем, я залезла в интернет, в поисковик, и забила на русском языке просто… Что же я забила-то? Раздельный сон супругов, что-то такое. Сейчас точно не могу сказать, но вы можете забить все, что угодно. Google вам выдаст кучу статей, кучу просто статей огромную, в которых пишется… Я, кстати, отскриншотила, но я же снимаю на телефон, и у меня в этом же телефоне эти скриншоты, поэтому я буду своими словами говорить. Я хотела прям зачитать вам эти статьи, то, что ученые доказали. Причем ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, тоже доказала и подтвердила, что раздельный сон для супругов укрепляет и продляет брак. И для здоровья, друзья, для здоровья это полезней. Когда человек высыпается, когда у него крепкий сон, это очень полезно для здоровья. Вы меня все спрашиваете, почему я выгляжу моложе своих лет, какой такой супер косметикой корейской я пользуюсь, или в чем секрет такой моей молодости. Ну, я, во-первых, себя не считаю, как бы выглядящей младше своих лет. Я выгляжу ровно на свой возраст. Люди вообще-то начинают стареть с 35, а мне 36. Поэтому вот я начинаю стареть. Я начинаю, но пока я еще не должна сморщиться, как какой-то спонжи-боб какой-то. Поэтому у меня все по возрасту, у меня все согласно возрасту. Но выглядеть согласно возрасту мне помогает, конечно же, глубокий сон. Такой, знаете, многочасовой, когда никто под ухом не храпит, не посапывает, не двигается. У меня вообще чуткий сон. И да, для таких людей, как я, в принципе, без вариантов. Без вариантов. Чтобы выспаться, мне нужно спать одной. Так, что еще хотела? Думала, когда на эту тему столько умных мыслей было. Куда же все делось-то? Были мысли, были. Вы скажете сейчас, ну ладно, тебе хорошо одной спать, удобненько и весело. А как же муж? Может быть, ему обидно, что его отселили в другую комнату. На самом деле, в Корее это норма. Корее это норма. Мужчины работают, мужчинам важно высыпаться. Я не скажу, что все корейцы спят по раздельности. Очень многие спят в одной кровати. И здесь, на самом деле, вообще нет никакой разницы. Я не хочу сейчас сказать вам, что отселяйтесь все от своих мужей, от своих жен, и тогда вы будете жить долго и счастливо. Абсолютно не так. Просто здесь индивидуальный подход. Если кто-то высыпается в обнимку с партнером на плече друг у дружки, то это, в принципе, без проблем. Это хорошо, спите дальше. Но если ваш сон нарушается, если кто-то вам мешает рядом, ну, например, люди такие, люди разные, кому-то мешает храп, кому-то мешает вообще присутствие чего-то, да, и если вас это напрягает, то зачем мучить себя? На самом деле, вот это вообще совместное, совместное спанье, или как это называется? Спанье на одной кровати, это пришло не так давно. Это вот я читала в этой статье. Блин, сейчас бы прочитать умными словами, но не судьба. Буду говорить не умными, такими, какими есть. В общем, люди стали спать вместе на одной кровати только с недавнего времени. Последние там сто или двести лет, когда началась вот эта урбанизация, когда люди начали концентрироваться в больших городах, когда стали жить в квартирах, когда люди просто от безвыходности начали, начали появляться вот эти вот двуспальные кровати, и супруги начали жить в одной комнате. До этого периода всегда покои жены и покои мужа всегда были раздельны во всех странах мира, друзья. Вот, вот, это важно, это очень важно. Поэтому в Корее, в Корее, да, здесь принято, чтобы у мужа был свой кабинет в квартирах. Квартиры, как вы знаете, в Корее в основном большие. И если есть такая возможность, если у вас большая квартира, то у мужа всегда есть какой-то свой кабинет, отдельная комнатка. Вот. И он может не только там проводить какое-то свободное время и отдыхать, и заниматься своими хобби, или какой-то там другой деятельностью, но он там может и спать. И в Корее это сплошь и рядом, это абсолютная норма. И не только в Корее, если вы посмотрите какие-то западные страны, Америку, там, я не знаю, Европу, это вполне распространенное явление. Это давным-давно, давным-давно уже считается нормой. Поэтому я и была немножко озадачена такими вопросами. Вот. Повторюсь, что, да, действительно, есть такие люди, которые говорят, ой, а я не усну, я не смогу уснуть. Как можно уснуть без второй половинки, если не прижаться? И для меня немножко странные такие доводы. А как вы жили до того, как вы вступили в брак? Вы спали один. Вы все детство спали один, скорее всего, да, если была такая возможность. Вы всю жизнь спали один. И тут вдруг вы женились, вышли замуж, и теперь вы не можете спать один. Это как-то нелогично. Мне кажется, нелогично. Мне кажется, человеку свойственно во сне расслабляться. Потом разные бывают режимы. Например, кому-то хочется книжку почитать до 11, да, кого-то в 9 срубают уже. Кто-то до часу ночи, как я, например, смотрит сериалы. Я без сериала не усну никогда. Вот мне надо, я ложусь и начинаю смотреть сериал, и тогда засыпаю. То бишь у всех разный график у людей. И всегда приходится, мне кажется, когда спишь вместе с кем-то, это же нужно подстраиваться, это же нужно... Как так можно жить? Я не знаю. Я не знаю. Но многие живут, многим нравится, многие привыкают, и живут долго и счастливо, и другой жизни себе не представляют. И, в принципе, у нас свободная не страна даже, а как свободный мир, и каждый вправе делать то, что он хочет. И, да, это вот, как знаете, есть веганы, да, такие злостные, а есть люди, которые едят мясо. И вот веганы, они всегда не согласны, конечно, с теми, кто ест мясо, а те, кто ест мясо, они не согласны с веганами. Но те, кто ест мясо, они никогда не будут какую-то агрессию проявлять к веганам. Они говорят, да, я ем мясо, ты не ешь мясо, это твой выбор, нормально. Но веганы, они всегда очень агрессивно настроены против тех, кто мясо ест. То есть, я не знаю, может, это с голодухи так. Я сейчас не осуждаю веганов, ни в коем случае. Я сама полтора или два года была веганом. Да, но меня бесили те, кто ест мясо, потому что мне было завидно. Мне тоже очень хотелось мясо, но я себя ограничивала. Поэтому я негативно, и так знаете, всем насаждала свою точку зрения, что вы делаете неправильно, нельзя есть мясо. Как вы можете есть мясо на моих глазах? Мне же тоже хочется, а я веган. Ну, немножко сейчас шучу, конечно. Самая ирония. Вот, что еще можно сказать по этой теме? Да, когда устраивает. Брак – это вообще такое дело. Неважно, что и как вы делаете в браке. Главное, чтобы это устраивало обоих. То есть, это должно устраивать обоих. И когда устраивает это обоих, это просто фантастика. Это можно только позавидовать, вот так поаплодировать. Это значит, что ваш брак продлится долго. По статистике, которую приводит ВОЗ, кстати, Всемирная Организация Здравоохранения, как я это выучила-то? Вот, по статистике ВОЗ, 7 браков из 100, то есть, это получается 7%, да, всех браков распадаются по причине, по той причине, что люди не высыпаются, что им некомфортно спать вместе, а якобы супружеский долг обязывает. Это страшно, это страшно. Друзья, все вот эти вот стереотипы навязаны нам, неизвестно кем, каким-то государством, что вместе спать хорошо, потому что комнат на всех не хватит, комнат-то мало, поэтому нужно спать вместе, тогда брак будет, ну, как, знаете, как действует пропаганда, да. Вот, и да, многие люди в это верят, что самое главное придерживаться каких-то там стереотипов, а не делать так, как вам удобно, так, как вам нравится. Ну, тут уже все зависит как бы от вашего отношения к жизни, отношения к мнению кого-то там, других людей. Это выбор каждого, друзья, я хочу сказать. По-моему, это все, это все, что я хотела сказать сегодня. Если еще вспомню что-то, допишу. А сейчас я поехала в магазин, у нас сегодня будут гости. Думаю, поснимаю, может быть и нет, посмотрим. Все, всех люблю, всех целую, всем желаю прочной такой семейной жизни. Пока.